О терпении и о том, что не следует горько оплакивать умерших. Сегодня с гораздо большим тщанием, чем в предыдущие дни, приступим к слову наставления. Ведь часто слово доставляет утечение в болезни, и соответствующее наставление может уничтожить печаль. И действительно, я замечаю, что сегодня среди вас нет многих из тех, которые были вчера с вами, но одни из них призваны к Господу, другие лежат на одре болезни, и эти все ожидают смерти. Поэтому, как я вижу, предаетесь сетованию и вы. Вижу великое волнение в городе, великое смехение в церкви, неумеренные слезы предающихся печали, неуместные жесты и поступки у многих. Я часто увещевал и напоминал вам относительно этого, то есть того, что следует с терпением и благодарением переносить смерть детей и близких родственников, а не вести себя столь непристойно и не считать погибшими тех, которые отошли ко Господу, особенно в том случае, когда умирают невинные младенцы. Поэтому будем оплакивать не их, но скорее себя самих, проводящих жизнь твою во грехах. В самом деле, если мы не будем бдительны ныне, то когда же, наконец, обратимся на истинный путь? Если тебя не в состоянии образумить смерть брата твоего, то кто будет в состоянии исправить тебя? Если ты не исправишь жизнь твою, при виде лежащего пред тобой мертвеца, то когда же ты будешь умолять Бога? Вот мы смотрим, вот научаемся на самом опыте. Поэтому умоляю вас, пощадим себя, не будем напрасно и бесполезно волноваться, не будем воображать себе, что мы бессмертны. Одна дорога смерти для всех, и нет другой. Она всеобщая чаша, которой предстоит испить всем. Единственный чаш, чаш, и чаш тяжелый, единственный мост, не имеющий выхода. Всеобщая необходимость, единственная дань и всеобщий конец. Она божественный, нелицеприятный меч. В самом деле, смерть не страшится царя, не оказывает почтения первосвященнику, не залеет седин, не нисходит в красоте, не щадит юности, не чувствует сострадания к единственному сыну, не трогается слезами, не трепещет предначальником, не боится тирана. От нее нельзя откупиться деньгами. Она не смотрит ни на лицо, ни на достоинство, ни... Но одинаково постигает всех. Те, которые сегодня находятся с нами, завтра будут лежать там, пред нами. Те, которые сегодня дружески целуют нас, завтра далеко отправляются от нас, возбуждая наше сострадание. Кто сегодня наслаждается жизнью, завтра будет в гробу. Люди замечательны сегодня, завтра пожираются с сервями. Умощенные сегодня благовонными мазями, завтра будут издавать зловоние. Предающиеся ныне здесь веселью, завтра будут плакать там и просто сказать, «Те, которые сегодня окружены толпой и прихлебников, завтра будут осуждены». Часто мы, разыскивая их и не зная еще о их смерти, спрашиваем друг друга, «Где такой-то начальник?» И слышим в ответ, «Он уже скончался». «Или где тот вельможа?» Задаем вопрос и узнаем, что он уже умер. «Где тот гордый царь?» Он, говорит, отправился на тот свет. «Где такой-то друг?» Он переселился туда же. «Туда?» «Куда же это?» «Туда, где пребывает судья судей. Туда, где тот страшный, что могущественный страшный. Туда, где царь вечный и судья неподкупный. Туда?» Никто не в состоянии сказать, где, как, в каком месте или в каком виде обретаются те, которые ушли отсюда раньше нас. Мы знаем только одно, то, что они находятся там, где пребывает единый вечный, единый бессмертный, где единый благий человеколюбивый творец душ и телес. Они отправились в то великое и страшное судилище, где нет веселья, а только печаль, где нет украшений, а помрачения, где нет развлечения, а испытания, где нет порицания, а защищения, где нет возможности к обогащению, а есть ужас, где нет лицеприятия, а суд праведный. Где мы все предстанем ногими, одинаково рабы и свободные, благородные и незнатные, грешные и праведные, богатые и бедные, одни постромленными, а другие увенчанными. Где будет там надменность старей, где гордость начальников, где жестокость богачей, где лицеприятие судей, где призрачная красота юности, юность бессмысленная, надеющаяся на долгую жизнь, юность мятежная сердцем, заботящая только об удовольствии, юность счастая и во многих погрешающая, злоугоздающая плоти, юность сводима лезтью в обман, грязь несчастная, трава леко увядающая, колос леко сокрушимый, юность сон леко предающийся забвению, тень беспредметная, юность неверующий в Бога возраст, ленивое сердце надменный взор, светильник леко погашаемый, юность волнения крови, друг нечистоты, юность необузданный конь, способный на всякое губительство. Но несмотря на это, горделивый здесь является жалким там, упивающийся здесь там нуждается в капле воды, предающийся злословию здесь там будет с опаленным языком, кто облекается здесь шелковой одезы, тот предстанет там нагим. Не говори мне, дай в мое распоряжение сегодняшний день и возьми завтраки, ведь я смотрю не на то, каков ты здесь, но предусматривай тебя там, где ты будешь. Не говори мне, Бог милосерд, и если я согрешу, Он окажет мне сострадание. Но подумай о том, что Он милосерд здесь, а там испытует, не сходит здесь, но и следует там. Здесь терпеливо ожидает обращение, там же предаст огню. Где, братья, будет там премудрый, где вельможа? Где беспокойство? Где великолепные обеды? Где пирчица? Где те, которые с тимпанами и плясками упиваются вином? Где прихлебники увельселительной зрелищи? Особенно, если братья наши алчут и жаздут, претерпевают несчастье и стразут, терпят наготу, проливают слезы, страстно желают смерти и с отчаяния ищут ее. Ах, эта чаша столь ужасная и для всех является желаемой, для тех, которые испытывают бедствие и жизнь страстно любимой всеми становится ненавистной для них и свет возделенный для нас возбуждает в них отвращение. Благословен Бог, совершающий все на пользу братья. Смерть не есть зло, она напротив полезна. Это не мои слова. Мерть мужу покой, сказал божественный Иов. И это потому, что тот, кто умирает, не грешит, уже более прекращает любостяжание, перестает умножать злые дела свои и увеличивает тяжесть демени своего. Перестает прогневлять Бога своего. Слушай внимательно. Смерть — это утешение для младенцев, смерть — освобождение для рабов, отдохновение для трудающихся, расплата для должников. Смерть — это избавление для удрученного заботами, облегчение для утомленных. Смерть — препятствие для греха. Если бы нам не предстояла смерть, мы пожирали бы друг друга. Если бы мы не ожидали пришествия судьи, мы не имели бы надежды на жизнь. Если бы мы не ждали наказания, мы никаким образом не перестали бы делать зло и не прекратили бы расслевающих нас преступлений. Видя человеколюбие в Господу, наказание за преступление стало спасительным. Если умерший был человек праведный, то радуйся. Так как он с дерзновением идет к Господу в надежде получить покой. Если же он был грешник, не скорби, так как он избег тех зол, в который готовился извлечь на себя. Если бы мы имели остаться здесь, то было бы справедливо оплакивать умерших. Но раз мы все непременно отправляемся туда, то не будем так скорбеть о тех, которые немногим опередили нас и не будем ослаблять наших хороших дел, совершаемых в отношении к умерших через дела худые. Или ты не видишь, что совершаем мы по отношению к прежде отследшим. Мы выносим их с пением псалмов и гимнов, знаменная через стоп благодарность Господу, и надеваем на себя новые одежды, признаменуя новую одежду нашего нетления. Возливаем мира и лей, веруя, что мир и крещение сопутствуют им, оказывая помощь в пути. Провожаем их с теми амом и восковыми свечами, показывая тем, что не освободившись от настоящей мрачной жизни, направляются к истинному свету, обращаем гроб к востоку, признаменуя таковым положением его воскресения тому, кто покоится в нем. И так не будем мы верующие в воскресение предаваться скорби, так как прочие, не имеющие надежды. В самом деле, тот, кто не надеется на воскресение, по справедливости считает умершего погибшим. Но пусть утешаются этим язычники. Пусть делают это самаритяне. Мы же будем внимать Христу и верить. Истинно, истинно, говорю, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат вас, Сына Божия, и услышавцы оживут. Восстанут находящиеся в гробах и обновится земля. И так, если мертвые воскреснут, а они воскреснут, несомненно, то умоляю вас, не будем вести себя так непристойно около умерших. Не будем мы, верующие, подражать неверным. Не будем растерзывать одежь своих, но скорее будем сокрушаться душою, так как и спит, и спит ту же самую чашу предстоит и нам. Не будем всплескивать руками, чтобы не подобиться язычникам. Не будем приглашать плакать, чтобы не возбудить еще боли гнева Божия. Не будем отстригать волос на голове, чтобы не посрамить главу нашу Христа. Не будем в течение многих дней предаваться плачу, чтобы не видеться неверующими в воскресенье. Не будем изрекать устами своими никаких богохульных слов, чтобы не причинить тем вреда и умершему, и тебе самим. Ты потерял сына. Принеси благодарение по твоей хвалу. Клонись благодарений пред тем, кто взял обратно тот, что он дал тебе, прослав того, кто избрал им же созданного и принял нераспленным плод хреба твоего. Прослав того, кто спас сына утробы твоей, воздай подобно Иову поклонение всесчедрому. Воздай благодарение за то, что ты исподобился принести Господу беспорочную жертву, жертву святую, дар чистый, нового Исаака, подобно тому, как сделал это некий Давраам. Христос взял, поклонился ему, создавший разрушил создание свое, не будем роптать, творец потребовал в себе творения, не будем противиться, да мы и не в состоянии сделать этого. Ты потерял брата, поклонись благоговейно Христу, взявшему его, так как он некогда ради тебя стал смертным. Ты отдал младенца, воздай благодарение ему, так как он некогда ради тебя был младенцем и возлежал в Яссо, он взял у тебя раба, воспой ему хвалу, так как он творец всяческих принял ради тебя зрак раба. Ты схоронил своего единственного сына, прослав, поди ниц, проникнись благоговением, помни, что ради тебя Бог предал на смерть единородного, воплотившегося сына своего. Ты потерял дочь, невесту, воздай благодарение, чтобы не потерять со скорби и другой. Ты проводил жену, мать, детей, во ской хвалу, будь тверд, чтобы не оскорбить Бога и не умереть самому. Что ты делаешь, человек? Я снова повторю то же самое. Ты видишь лежащего пред собою умершего и осмеливаешься богохульствовать. Присутствуешь в престоле великой тайны и противоборствуешь тому, кто разлучил душу с телом. Говоришь Богу, упокой, а сам оскорбляешь Бога. Зачем ты судишься судьею? Зачем противишься непобедимому? Зачем возмущаешься духом? Зачем предаешься безмерно печали? Ты видишь, какая это великая тайна? Не знаешь, какой тяжелый конец ожидает и нас. Но как бы он и ни был тяжел, мы приходим и проходим среди него. Ты не видишь, что трудит путь? Но с кем мы идем по нему? Приди в себя человек. Умерший трепещет, а ты смеешься. Он эстязуется, а ты мечтаешь что-то. Он трепещет, а ты не приготовляешь. Он цепенеет от изымления весь тревоги, видя то, чего он никогда не видал и слыша то, чего никогда не слыхал. Поэтому он потеет подобно здецам на поле, прощается со всеми нами и шлет на всем последнее приветствие, пока язык не потеряет способности говорить. Прощайте, братья, говорит он, прощайте и молитесь за меня. Я отправляюсь в путь, по которому не шел никогда. Иду в мир душ, откуда никто никогда не возвращался. Все страшные обители, где для меня нет спутников, что ужасное субилище, где я не знаю, что станет со мной, в ту неизвестную мне область, о которой никто ничего не сообщал мне. Вот я ищу защитника себе, и никого не находится. Кто бы защитил меня, вот ищу избавителя себе, и нет никого. Кто бы избавил меня, вот я ищу сопутника себе, и не находится никого сострадающего мне. Где отец, производивший меня на свет, где мать в муках родившего меня, где брат? Как может избавить один человек другого там, где не в состоянии избавить брат брата? Вот что говорят нам оставляющие нас и отправляются затем в вечный путь твой. Кто есть человек, если поживет и не увидит смерти? Или кто избавит душу свою из рук ада? Благословен Бог, братья, за то, что вот лежит человек мертвым и уже не предается ничему житейскому вот упокоился, вот оставил все суетное, непродолжительно была болезнь и кончилось все, один час и тот, кто был видим, становится как бы невидимым одно мгновение и жидит дух его и возвратится в землю свою, из которой он взят. В тот день погибнут все помышления наши, в тот час оставит человек отца своего и мать, друзей и родных, сыновей и дочерей и отправится один, оставленный всеми вечный путь твой. Пойдем вместе с теми, которые отправляются в путь ранее нас, прежде, чем умрем и мы. Сядьте и не причиняйте беспокойство умершему, замолчите и прекратите шум, успокойтесь, взгляните и смотрите на великое таинство, трепещите и ожидайте того же самого себе, смотрите вы, цари, и впредь не думайте себе много, смотрите вы, правители, и впредь не гордитесь, взгляните на умершего, лишенного жизни, и впредь не считайте себя ни царями, ни правителями. В самом деле, что это за царь, если он не избавляет из самого себя? Но вот и он трепещет это часу, вот и он подобно быцовенному человеку испытывает беспокойство, вот и он стал совершенно несчастным, тот, кто недавно возбуждал страх мертв, тот, перед кем вчера трепетали виновные, сам предстоит в качестве виновного, вот он смущен, весь потрясен, вот пропали совершенно вся его мудрость и могущество, вот он поражен совершенно, он видит силы ангельские и позабыл о своей собственной силе, видит страшное воинство ангелов и познает, что его собственное могущество подобно паутине, видит красоту Господню и изменил образ твой, слышит приговор душе своей и весь воспрепетал телом и с землей и с изумлением и вниманием как бы размысляет сам с собой о том, куда девалось надменность старей и могущества правителей, да, вот истинный порядок вещей, вот сила крепкая, вот могущество действительное, вот образы страстные, вот воинство бессмертное, помышляя об этом и подобном тому еще более таинственном, что знают одни только уже испытавшие это умершие, люди, лежащие на дре болезни, одни скакивают с места желая убежать, не будучи однако в состоянии этого сделать, другие скрижат зубами и набьют себя по лицу, некоторые жалобно вращают взоры, видя, как силы постепенно покидают тело, как язык лепечет и старается побезопасить свое сокровище, как приступают в разъедной силы, требуя отчета, обвиняя и намереваясь похитить, а затем является и так, произносит приговор и исторгает души и тело. Тогда нам настает нужда во многих молитвах, во множестве добрых дел, в великом предстательстве ангелов, в великом водительстве при нашем воздушном подхождении. Ведь если здесь отправлять чужую страну или город, мы нуждаемся в руководителе, то сколько защитников и руководителей нужно нам для того, чтобы спастись и именовать начало власти и невидимых мироправителей этой воздушной области, которые священное Писание называет гонителями, сборщиками, послим и взыскателями. Доброй спутницей является тогда для нас милостями и сострадания, так как они в состоянии беспрепятственно привести нас к вратам небесным и спасти. Прекрасными защитниками становятся там для нас бедные, которым мы были милостенны здесь до смерти. Поэтому придем прежде сами, прежде чем предупредят нас. Поспешим, прежде чем будем застигнуты смерти. Жизнь коротка, путь спасения долг, конец близок, страх велик и нет никого избавляющего. Зайдем в гроб, пока еще находимся в живых. Посмотрим, чем встанем мы спустя короткое время и не будем заблуждаться. Посмотрим, к какому подвергнемся мы разрушению и исправимся. Посмотрим, вот что мы наконец обратимся и позаботимся о Катине. Вы все, взирающие на красоту, полюбопытствуйте, что становится с нею во гробе. Вы, надмивающиеся начальством власти, взгляните на гробы и убойтесь с Бога. Вы, питающие друг друга в раздуем и злопамятство, и непрощающие, придите и научитесь, как прощать. Взгляни с вниманием на гроб, посмотри на лежащих там тех, которые когда-то были царями, посмотри на тех, которые были когда-то начальниками, теперь же в гробах. Посмотри на страшное зрелище останков и скажи, какой-то царь, какой начальник, какой воин, какой военачальник, какой богатый, какой бедный, какой юноша и какой старик, какой красивый и какой эфиоплянин. Можешь ли сказать ты, что все это не представляет собою праха, что все это не пепел и не зловоние, или что все, все, что было когда-то милым, теперь не возбуждает отвращение, о, безумие, что это за великое таинство предо мною, тот, кто вчера был для меня желанным, сегодня лежит предо мною, возбуждает отвращение, кто вчера был членом моим, на того гляжу сегодня как на чуждого, кого недавно я обнимал, кому к тому сегодня не хочу даже и прикоснуться, обливаю его слезами, как близкого мне, и в то же время бегу от гноя его, как будто он совершенно чужд мне, чувство сострадания побуждает меня подойти к тому, кто издает уже смрад, но меня удерживают сделать это тление и черви, я представляю себя, себе недавний образ умершего, но никак не могу усмотреть его в нем, куда девалась красота лица, вот она уже почернела, где выразительные красивые глаза, вот они померкли навсегда, а где красота волос, вот она уже пропала, где высоко поднятая шея, она уже сокрушена, а где полный жизни язык, он уже умолк, где красота рук, она пропала, куда девался высокий рост, он исчез, где великолепные одежды, они уже сгнили, где благовонные миры и ароматы, сгнили и они, где веселье юности, вот миновало и оно, и вообще, где преисполненный гордости человек, вот он снова обратился в прах, однако не останавливаяся мыслью своей только на гробе, но перейди затем и к воскресенью, пойми и верой, что находящийся пред собой умерший снова воскреснет и умолкнувший ныне язык, снова получит способность говорить тогда, когда преклонится пред Богом всякое колено небесных и земных и преисподних и всякий язык исповедует его и как говорит Даниил, зря донди же престоли поставившийся и ветхий день меседий престол его пламень огненный колеса его огнь палящий Даниила 7-9 поистине там будет великий страх великий трепет невыразимые мучения непрестанный плач неумолкаемые стоны когда внезапно зайдет судья на высокий и славный престол свой тогда небо совьется подобно свитку спадут звезды предстанут силы ангельские отверзутся гробы восстанут тела иссякнут источники поколеблются бездны придет смятение вся земля что будет тогда с нами какими самом деле явимся мы когда будем давать отчет за свои дела помышления за всякое праздное слово за прегрешения свои соделанные во дни или в ночи вольные и невольные вот о чем нам надлежит заботиться об этом усердно помышлять день и ночь какое разумное основание укажем мы тогда в свое оправдание чем защитим себя скажи мне человек вот ты в течение 50 или 100 лет предаешься веселой жизни обогащаешься рождаешь детей женишь сыновей выдаешь замуж дочерей начальствуешь и царствуешь над племенами и народами и после всего этого наступает смерть после смерти осуждения которому нет конца и после которого нет уже покаяния потому что как сказано нет того кто в смерти помнит тебя в ази кто будет прославлять тебя псалом 6.6 поистине никто и хотя бы мы пришли тогда величайшее смущение бесконечно умоляли все таки не будет никого кто избавил бы нас потому то мы считаем особенно блаженными умирающих детей потому то все мы говорим о если бы мы умерли будучи детьми и так не будем предаваться печали когда увидим что наших детей постигает та участь которой мы желали бы и для себя ведь это только для нас чаша смерти исполнена опасностью для детей же она спасительна и то что во всех возбуждает ужас желанно для них что для нас является началом имеющего постигнуть нас там наказание становится для них источником спасения за что в самом деле потребовали бы отчета у тех которые совершенно не испытали греха за что подверглись бы наказанию те которые не имели познание ни добра ни зла о блаженная смерть счастливых детей о смерть невинных ты поистине начало новой вечной жизни о конец становящийся началом бесконечной радости но что говорят малодушные это говорят был у меня единственный сын красивый благородный это был продолжением рода моего наследником состояния моего он был утешением скорби моей он был опорой старости моей он был гордостью родины он был отпрыском рода моего весь приятный на вид кроткий обходительный ласковый желанный для своих и чужих для всех кто видел услышал его и вот он будучи таковым внезапно вырвал меня из рук тот кого я видел недавно не является более взором моему но покинув родителя своего ушел к творцу оставив меня питавшего его удалился к призвавшему разлученный суд ровной матери сошел в могилу земли всеобщей матери скажи мне неужели мне не оплакать этого сына неужели не буду скорбеть о нем неужели не буду беречь его как зеницу ока я совершенно не в состоянии говорит он сделать это и хотя бы ты представил мне великое множество доказательств привел бесчисленное количество доводов для убеждения меня в том что родителям не следует оплакать своих детей ты не убедишь меня потому что так определил сам Бог сделал это законом природы и вложил в сердце родителей огонь любви к детям но я совсем не говорю тебе этого человек не поставляя непременным законам того будто совершенно не нужно оплакать детях и если бы я стал утверждать это я сказал бы то что совершенно невозможно ведь я повинуюсь законам природы и не противлюсь умеренной скорби так как я смертен рожден матерью и обладаю одинаковыми с другими природными свойствами я знаю рыдания отцов знаю стоны матерей знаю одолевающие беспредельную печаль знаю томление скорби знаю их любовь к детям и силу воображения как они живо рисуют перед собой отсутствующего сына как будто был он тут перед ними со слезами представляет себе его образ видя как бы перед глазами своими свойственны ему жесты слова и все поступки но не так поступил достойно удивления его когда погибли дети рабы волы верблюды и все имущество его он не пришел в смятение не приносил хулы как делают это многие но встал и пав на землю из которой взят был поклонился господу и сказал наг я вышел из шрева матери моей наг возвращусь господь дал господь и взял как господу угодно так и стало да будет имя господне благословенно во веки я раб и покорный создатель не противлюсь ему да и не представляет собой ничего ужасного это умерли сыновья но не погибли какой пастырь не имеет власти над стадом своим добрый пастырь избрал овец своих спустя немного отойдем отсюда и мы будем же и мы подражать его и не станем предаваться безмерной скорби будем плакать как верующие и не будем вести себя непристойно подобно неверным будем плакать так как оплакивал лазарь христос он и заплакал для того чтобы показать тебе меру и предел зачем в самом деле нужно было ему плакать о том кого он спустя немного хотел воскресить это он сделал для того чтобы ты узнал какой мере нужно предаваться плачу чтобы мы обнаруживали и свойственные природе наши сострадания и не позволяли себе подражать неверным а наконец умоляли и о том чтобы нас постигла такая именно участь какая выпала на долю тех которые закончили путь жизни своих добродетелей свойственные этому возрасту чтобы нам подшествовать в тот мир не увидят собственных детей своих наслаждающимися покоем в то время как сами мы подвергнемся нестерпимому мучению ведь все дети оставившие это ненавистное и достойное оплакивание тела прежде чем они стали причастны нечистоте и расплению обращаются к родителям с такой речью выражая ее если не словами то самым делом не плачьте совершенно бесполезно о нас отцы ведь вы хотели чтобы мы проводили вместе с вами эту суетную жизнь где нет ничего усладительного а все преисполнено скорби где все обманчиво и непрочно где нет ничего верного и неизменного господь и бог наш возлюбивший нас исторт нас из этой суетной жизни как бы из пасти льва удалил нас от грехов века сего подобно тому как розу из тернии подобно доброму пастырю отделил нас как возлюбленнейших агнцев от вас как будто из мрака к свету и мы проводим жизнь свою в стране живых где все спокойно и безмятежно где все преисполнено светом и богоугодно где нет ни одного несправедливого и жестокого где нет ни греха ни порока где свет неприступный и радость неизреченная где нет ни трудов ни слез где нет ни печали ни забот ни стонов ни рыданий но где пребывает один только Бог восхваляемый и прославляемый святые ангелы тихо разлучили нас телом мы невредим именовали начальников властей тьмы воздушной так как имели добрых вождей они ведь не нашли в нас того чего искали не усмотрели в нас ничего такого что они надеялись увидать они увидали у нас неоскверненное тело и были посрамлены увидали невинную чистую душу и устыдились увидали неоскверненный чистый беспорочный язык и умолкли мы избежали и презрели их победили их и воспели торжествуя над ними сердце крушилось а мы избавили благословен бог который не дал нас добычу зубам их поэтому и ангелы встречая нас радовались праведные приветствовали нас святые возликовали говоря благополучно пришли агнцы христовы перед нами открылась сладость рая явилась перед нами лона Авраама дружески нас принял господь обратился к нам радостно с речью взглянул на нас милостивым оком а потому и вписал нас в книгу жизни мы же сказали милостивому судии судья праведный ты лишил нас земного не лиши же нас небесного ты разлучил нас с родителями не отлучи же нас от святых мы имеем на себе неповрежденная твою печать крещения приносим тебе благодаря детству нашему неоскверненное тело и так не завидуйте же нашему спасению которое обрели мы беспорочно так рано и не плачьте о том так как мы получив нетленное вместо тленного перешли от худшего к лучшему мы воспеваем хвалу вместе с ангелами торжествуем вместе со святыми и даже ходатайствуем за вас пребывающих во грехах мы сопричислены к младенцам избиенным во Христе иродом за Христа мы веселимся вместе с сыновьями Иова поэтому не тревожьтесь за нас а скорее плачьте о самих себе и заботитесь о вашей собственной праведной кончине зная же и твердо веруясь что Господь взял нас к себе ради нашей же пользы и сделал нас соучастниками святых вы когда юные невинные дети отнятые от нас явятся к нам сюда радуйтесь и веселитесь и воспевайте вместе с праведным Иовом Господь дал Господь и взял как Господу угодно так и сделал буди имя Господне благословенно отныне и до века аминь и до века